Тимур, привет. Марф, привет. Да, прости, что в таких условиях немного на заднем сиденье автомобиля. Надеюсь, нам это не повредит. Спасибо тебе большое за то, что позвала в эфир. У всех сегодня спрашиваю, задаю такой, наверное, абсолютно банальный вопрос, да, что ты на этой неделе чувствовал, как ты переживал эти новости, насколько для тебя была неожиданная. Мне кажется, многие все равно не поверили вот в это людоедство, когда они отдавали тело. Да, что ты в этот момент думал? Чего ожидал? Ты знаешь, когда они отдавали тело Навального матери, для меня это не было неожиданностью, что они так будут делать. Ну, в смысле, я не удивился тому, что они так попробуют делать. Для меня было скорее и удивительным, насколько люди не оценивают себя со стороны и не понимают, что они самоуничтожаются. А все эти люди, от Путина до последнего следователя, который пытал мать в кабинете, заставляя ее отказаться от возможности забрать сына и похоронить. Это, конечно, и в этом смысле Юлия Навальная совершенно точно сказала, ничего точнее тут не скажешь, абсолютная бесовщина, прямо доведенная до абсолюта. Но тут надо сказать, что и война, которая длится два года, это тоже абсолютная бесовщина и ничем, кроме проявлением дьявольщины, которая поселилась в Кремле и дальше в российском обществе глубоко проникла. Никто не объяснял, что российское общество такое замечательное и все против войны. Так вот, это не так, конечно. Глубоко проникла. Ничем по-другим это, кроме как бесовщины, объяснить нельзя. Это, во-первых, конечно, то, что они отступятся и не смогут не отдать тело, я был абсолютно уверен, но я хочу тебе сказать вот что. Я никогда не был знаком и никогда не видел лично маму Алексея Навального. Я видел Алексея много раз, я видел Юлю Навальную несколько раз, и я, ну и, естественно, видел их видел Юлю последние дни после смерти Алексея, видел Алексея за несколько дней в трансляции на очередном суде, где он боролся с силой и за права своих заключенных во время виде трансляции из колонии в так называемых судах. Я не видел маму Алексея Навального, и, конечно, ну тут хочется сказать, что неудивительно, что Алексей такой человек с такой мамой. Это совершенно поразительно. Да, Иштанов говорил, что теперь мы видим, откуда у него такая стойкость, откуда у него такое стержень. Но таких мам, да, такие мамы есть в России, и у некоторых из таких мам сейчас наверняка отобрали детей на войну. У некоторых из таких мам детей выгнали из страны, потому что они не хотели отправляться на войну и не отправлялись на мобилизацию. У некоторых из таких мам людей посадили в тюрьму за дискредитацию так называемой российской армии, за то, что они терроризм называют терроризмом, и прочее, прочее. И в этом смысле я, конечно, понимаю, что то, что они отвернули этим противостоянием с мамой, я надеюсь, что это их просто погребет, а некоторых повесят, таких как Маргарита Симоньян, навеселиться в центре Москвы, как военных преступников. Я очень на это надеюсь, потому что, ну, и, конечно же, я вот надеюсь, что состоятся похороны, в которые придут люди, независимо от того, нравился им Алексей Навальный или не нравился им Алексей Навальный, даже если они вообще не любили оппозицию и вообще были путинистами от начала до конца, я думаю, они придут на похороны Алексея Навального, потому что у них просто нет ни одного другого человека ни при жизни, ни после смерти, именем которого они могут сказать Путину, что пора заканчивать войну, что хватит лугать людей, что нельзя насилие заменять закон и справедливость, что нельзя вытирать ноги от личности. Вот это все, что, собственно, было идеей противостояния Алексея Навального и поколения, которое его поддерживало с Владимиром Путиным. Я хочу тебе одну вещь еще рассказать. Конечно, когда Алексей умер, я был в шоке от того, что-то случилось, хотя мы с вами все, ну, давайте будем честны, понимали, что он ходит по краю, потому что его даже без всякого специального убийства молотком по голове уничтожали физически с условиями содержания ежесекундно, и мы это все понимали. Вот. Все равно это был шок. Потом всю неделю я отдержался, и, знаешь, у меня было такое ощущение, ну, конечно, уже все взрослые люди, понятно, такое должно было произойти или могло произойти, и все к этому были готовы. Теперь уже, когда произошло, чего плакать? Накрыло меня первый раз по-настоящему, так вот, с слезами на глазах, с ощущением потерянного времени у целых поколений, с пониманием утраты того, какой человек ушел, когда я пришел к посредству с цветами, с учетом, с локалом, что ты со своим сыном пришел, и объяснял ему, что произошло, а он знает, что произошло. Он говорит по-английски лучше, чем по-русски, так вышло, и он читает новости на английском языке. И он из международных средств, я тут, знаешь, я не хочу одну вещь рассказать про Алексея Навального. Я ходил стричься для эфира в парикмахерскую, где работает мальчик, который из Америки приехал и в Европу, и стрижет профессионально, ну, потому что он здесь учился студентом, то есть человек, который далек от мира России настолько, насколько этот придурок сенатор из Луизианы, который не ставит закон о помощи Украине на голосование, далек от всего, что происходит в Европе, и не понимает, что здесь происходит. То есть вот просто человек из другой вселенной меня спросил, почему он вернулся и зачем они его убили. Ты представляешь, насколько это событие, как и война в Украине, стало одинаковым во всем мире огромным событием недели. Вот в этот момент, конечно, накрывает. Ты знаешь, это самое странное, что накрывает не только чувство утраты, не только ненависть, просто ярость к этим лицеберным тварям, которые позволяют себе глумиться над этой смертью и над смертями украинцев 24 февраля, которые позволяли себе глумиться на своих телеграм-каналах, вызывает чувство, появляется чувство гордости из-за того, что такой человек был, который был известен и стал известен во всем мире. единственный человек из всех, кто за два года дал понятие иностранцам в большом-большом мире, который больше, чем в России. В десятки раз, в сотни раз из-за миллиарда, а в России миллионы, чтобы не было. Значит, в десять раз сколько? В пять, в десять раз. Пятьдесят. Дал показать всему этому миру, что в России есть не только Путин. Один человек, одно имя показало, что в России есть еще что-то, кроме терроризма и Путина. И это имя Алексей Навальный и его знает просто парикмахер из Луизиана лично. И спрашивает, почему он вернулся и зачем его убили. Неужели они не понимают, что это нельзя делать для всего мира. как мог один человек от имени России сделать... Ну, понимаешь, он как бы позволил чувствовать чуть-чуть меньше студа на этой неделе всем нам за то, что произошло два года назад, за тем, что он был и такое сделал. Это невероятно абсолютно. И низкий поклон Алексею не за то, что он делал в России как оппозиционер, а за то, что он сделал для всех россиян за все это время и своей смертью на самом деле искупил чуть-чуть наши грехи перед теми же украинцами, просто тем, что он показал, что мы все такие отморозки, которые приходят в кучу убивать весь город. Это очень важно. Ты знаешь, от чего меня еще накрывает? Ты говоришь про Алексея Навального, да, про какой-то... Это какой-то общий символ для нас, для всех, для тех, кто в России, для парикмахера из Лузианы, для, я не знаю, вот продавца в Тбилиси, с которым я, кстати, тоже обсуждала в день убийства Алексея Навального. Но я, наверное, чаще думаю о людях в России, вот пишут, что сейчас для всех, для нас это мрак капслоком, беспросветный. Я отвечаю тем людям, которые говорят, что враг беспросветный, ответом на твой вопрос, который ты задала Дмитрия Гудкова, конечно, Юлия Навальевна может быть лидером, конечно, конечно, все поменялось, мы живем в 21 веке, а этой смертью, смерть поправ, она имеет право на то, чтобы пнуть Путина каблуком в лицо и спросить с чего угодно. Главное, чтобы в России, в самой России, а не за ее пределами, нашлось достаточно людей, которым отвратительно то, что делают чекисты с людьми и то, что сделал Путин с теми, кто вернется с войны. Потому что с войны вернутся моральные калеки, проникшиеся тем, что унижали и уничтожали их свои и они уничтожали на чужой земле других людей и вот это все придет обратно в Россию. Этот шквал насилия, безумие, полного отсутствия права человека на личность. Если полное подавление этой личности, если эти люди, которые удержали оружие в руках, а не зэки, которые установили свои порядки в бойцких частях вернутся не просто и сломанными навсегда моральными коллегами в количестве сотен тысяч людей, а людьми, которые тем, кто их родственникам отдавал чекистские листовки с надписью «Лучше сидеть дома, чем сидеть», «Лаврентий Павлович Берест» и «Подлую хмурочкой», как это было недавно в одном из российских регионов, тогда все не зря, тогда у всех нет шансов. И я, на самом деле, честно говоря, верю только в одно, только так, что эти люди придут и кулаками, в лучшем случае, в лучшем случае обрезами и оружием руками свернут горло этой власти. Ни никаких других способов нет. Будет Юлия Навальная лидером этого протеста или станет лидером гражданского протеста людей, которые не хотят крови, а хотят другой страны, я не знаю. То, что она, безусловно, является, может быть, лидером, в этом нет ни секунды сомнений, никакой вообще, она уже лидер, понимаешь, потому что она уже имеет право, во-первых, отомстить за своего мужа, во-вторых, она показала настолько силу духа в эти дни, что она просто имеет право на то, чтобы ее уважали в России. Я хочу тебе новость сказать, это не подтверждено пока, об этом сообщает телеграм-канал ВЧК ОГПУ, что похороны назначены на 29 февраля и пройдут они на Борисовском кладбище. Я написала команде Алексея Навального, надеюсь, что мы в какое-то ближайшее время получим от них комментарий или хотя бы подтверждение так это или не так. Извини, Тимур, что я тебя перебила, но видишь, как во всех последних эфирах что-то начинает происходить. Да, про Юлию Навальную я с тобой собственно и хотела поговорить, ты сам высказал на тему того, что она безусловный лидер. Как тебе кажется, я просто очень прямо задала этот вопрос Руслана Шевединову, как работают политтехнологии, как тебе кажется? Ей нужна какая-то подготовка, еще больше погружения в такую науку, как политология. Будет ли вообще с ней проведена какая-то работа? Нужны ли какие-то советники? Это вопрос команды. Нужно ли Юлии Навальной учиться управлять страной? Наверное, нужно. Наверное, это произойдет в какой-то момент. Дело в том, что в истории мирового процесса получения власти над странами есть примеры людей, которые становились президентами без всякой подготовки, без обучения. Это Путин заставляет нас думать, что для того, чтобы управлять страной, нужно, не знаю, опыт и 20 лет не беспрестанного сидения в кресле, чтобы научиться это делать. Вот он поэтому великий президент, а все остальные плохие президенты, ведь он такой профессионал. Не надо вестись на этот булшит. Был Вацлав Гавел в Чехии, один из лучших президентов, который был артистом, сидел в пивной и обсуждал со своими друзьями то, какое он хочет видеть Чехию. И знаешь, ему для того, чтобы управлять Чехией, сделать ее такой, какой он хотел быть, видеть, кроме мечты ничего было не нужно. А вот все эти необходимые вещи для того, чтобы правильно управлять, нашлись сами собой в его команде. Его нужно было делать только одно, чтобы его команда не забывала то, ради чего он становился президентом. Таких примеров очень много. Очень много. Рональд Рейган, знаменитый президент США, конечно, занимался политикой до того, как стать президентом вообще-то, он был актером. Ну, вообще-то далеко ходить не надо, есть Владимир Зеленский, да? Который был актером, а потом стал одним из величайших мировых лидеров в истории человечества. Владимир Зеленский, да. Да, вот просто с ничего, казалось бы, просто с выборов мечты сериала, да, и противоречия с предыдущим президентом просто и из того, что не струсил. То есть, на самом деле, это все рассказки про то, что для этого надо быть каким-то особенным профессионалом. Это вот мы не будем давать возможности Владимиру Путину управлять нашим сознанием. Он уже поуправлял, хватит, хватит. Вот. Знаешь, что хочу сказать? Я пока Юлия Навальная будет принимать решения со своими соратниками из ВБК, и надеюсь, посоветовавшись или прислушиваюсь к каким-то просьбам людей, которые живут и в России, и без России, что и как ей надо делать. Она в том числе и сейчас прямо станет тем, может, россиянам, уехавшим за рубежом, не потеряться, не потерять страну и не потерять возможность существовать не в унизительных условиях, которые неестественным образом сложились, потому что, ну, понятное дело, санкции, все дела, тут люди без документов, многие остаются, не говоря уж о том, что без карточек, банки, карточки, и прочее, у всех, кто уехал против войны, остался, понимаешь, от того, что они не воюют на фронте, конечно, это, может, и плохо, но то, что они на фронте стран Украины, то, что они будут чувствовать себя очень плохо в Европе, из-за этого ее ненавидеть и разочаровываться в том выборе, который они сделали, тоже ничего хорошего нет. У белорусов до белорусов, в смысле того, что, напасть на дело, что она не свергла Лукашенко и все остальное, она тоже, до чего остального она тоже добиться для тех, кто внутри страны, вроде бы, как будто бы и не смогла, но она стала, по крайней мере, человеком, представляющим белорусов за рубежом, и прямо сейчас белорусы получают, там, не знаю, паспорта, иностранных граждан, до тех, у кого кончаются загранпаспорта и прочее-прочее, всякие вещи, это мелочи, это, казалось бы, ерунда на фоне всего остального, но когда начнут вокруг Юлии Тихановской, Юлии Навальной, извини, пожалуйста, появляться всевозможные структуры, которые рассчитаны на то, чтобы вернуться в Россию, начать управлять страной, а сейчас они могут поуправлять, пообщаться с иностранными чиновниками и помочь россиянам, уехавшим, это будет хорошо, я говорю о чем? Я говорю о том, что если Юлия Навальная создаст правительство в изгнании, я первый буду аплодировать и считать это свое правительство. Субтитры создавал DimaTorzok